Ночь искусств – это ночь музеев, ночь в театре и Библия-ночь три в одном. В Петрозаводске, который по праву считается культурным городом, было где ночевать. Самой многолюдной и насыщенной событиями площадкой стал Национальный музей. Вечерние гости смотрели основную экспозицию, слушали лекции, участвовали в мастер-классах и с удовольствием перевоплощались. Например, в карельских крестьянок. Закрытие, по-моему, абсолютно все. Вы можете вязать на желание. И даже героев немого кино. На воображаемой съемочной площадке кипели роковые страсти. А вы признаетесь ему в любви. Вы говорите, мамочка, я его обожаю. Вы хватаетесь за сердце. Одним из самых интригующих событий Ночи искусств в Национальном музее стала ночная экскурсия с фонарями при тусклом свете. Фонарей на мобильных телефонах горожанам рассказали о тайнах археологии. Петрозаводчане узнали о том, как жили их первобытные предки, а также об одной любопытной анатомической особенности, отличающей мужчину от женщины. Возьмите кисть свои левой руки и положите себе на свод черепа. Сзади. Сделали? Потрогайте. Да, левой рукой. Соответственно, у мужчины есть два там небольших бугорка, а у женщин нету. Соответственно, если вы нашли бугорки, вы мужчина. В Ночи искусств жизнь бурлила во всех учреждениях культуры. Так, в Карельской филармонии решили вдарить по бетлам, которых любят и люди с бугорками, и люди без бугорков. Под руководством дирижера Алексея Ньяги музыканты исполнили лучшие песни ливерпульской четверки. Акция «Ночь искусств» проходит в Петрозаводске уже четвертый год подряд. Что получилось у организаторов на этот раз? Искусственное мероприятие для галочки или самое настоящее пиршество духа? В эту ночь каждый решал для себя сам. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Субтитры создавал DimaTorzok